Девушки отдыхают Много ли гор на Дону? Вряд ли они таковые есть в географических атласах, но в степи, где растет золотая колючка, есть горы. Эта местность носит название Чекалова гора. Наверное, потому что это холмистая часть бывшей правобережной станицы Цемлянской, а ныне Хорошевской. С 17 века пишется история этих мест. Говорят, что этот ныне рыбцех был при первом императоре Петре Алексеевиче Пороховым складом. Затем и винным побывал. Купцы российские не обходили эти места. Купцов было много. Вот был Малахов, купец, моей мощи, даже дядя. Василий, нет, Василий Наумович. Потом, значит, был Севяков, купец, тоже магазин имел двухэтажный. Вот, ну, вверху они жили, а внизу... Значит, потом у нас была... Ну, копцов же много, если перечислили, если помню. Ну, как сказать, ведь не все же богатые были. Есть же и бедные были. Ну, бедные, я считаю, они сами виноваты. Во-первых, они ничего не держали. Работать не работали. Наймутся. Я, глядишь, рассчитал хозяин. Ну, что ты рассчитал? Да что рассчитал, он не хочет работать. Они будить не добудетесь. Вот поэтому они и это. Вот так. Виноделие, рыбная ловля, хлеба. Пахарьи отменные были казаки. Неспроста вдоль сего батюшки Дона, от Зморья и до Воронежа, строились паровые мельницы. Недостатка в хлебе не было. Мельницу еще до революции построил Парамонов такой был. Хлебороб, ну, не хлебороб, а купец. Или промышленник. Вот он строил эту паровую мельницу. Их по Дону очень много и по Волне. Все назывались парамоновские. Сыпки зерна. Он скупал все зерно. Казаков. Вот. Ну, она действовала и хорошо. Море и солнце. Что может быть лучше? Особенно, когда не надо никуда торопиться. Для полного счастья времени не существует, пока его не придумаешь. А придумать его оказалось очень просто. Круг на песчаном берегу и щепка в центре. И оно побежало. Люди – это необъяснимые существа. Революцию делали не на Дону, но немало было и тех, кто строил советскую власть и здесь. Хотя окнуло станишникам переустройство державы поначалу круто. Гражданская война разорила всех. Все воевали на ногах, на руках, на лошадях и на быках. То есть самолетов не было, танков не было, автомобилей не было. Вот, значит, только тяга вся была живая. И вот, значит, и все это мобилизовали в обозы из деревни, понимаете. А остатки, какие оставались там в коробке, еще порезали и поели. И вот, пожалуйста, в 21-й год был повальный голод. Затем единоличников стали загонять в колхозы. И еще 10 лет карабкался степной народ, выживал. Не видали мы, жалко, светлые дни. А потом же эта революция началась после той, германской-то. А она ведь долго была, революция-то. Не хватит мать. А потом уже суды взяли, тут германское. Опять мужа убили. 27 лет было, как его убили. Дети остались, сироты. А его убили. После второй германской горе как-то сплотило. И небывалый подъем энтузиазма заставлял ровнять горы. Стройки века одна за одной в течение каких-то нескольких десятков лет. Правда, пришлось затопить станицу. Только на горе осталась ее малая часть, у подножия которой течет теперь водохранилище. А на другом берегу стоит город. Решали проблему о том, как же называть этот город. В это время умер Тольятти, генеральный секретарь ЦК по итальянской компартии. И решили назвать город Тольятти. Ну, никак не совпадало это. И по решению, значит, общественности и прочее решили. То ли город Пятиморск назвать, но не город Тольятти. А потом, как же, Петр Первый решал соединить Волгу с Доном. Вот, и решили назвать Волгодон. Сколько разговоров было о томаж, энергомаж, атомной электростанции. Ее-то строили как венец творения. Она-то и должна была обеспечить благосостояние, в том числе и для цемлы. Жуткая картина открылась перед детьми. Старость, войны, болезни. Все перемешалось во временном калейдоскопе. Они увидели страшную тайну времени. Его разрушительную силу. Первое желание было убежать, но разве спрячешься от него? И они, зажмурившись, стали топтать свое творение. Субтитры создавал DimaTorzok Время, как заведенное, неслось. Хорошевка очередной раз и опять же из-за людских страстей попала в просадку. Впрочем, и не одна она. Грянула перестройка и вновь с ног на голову все перевернулось. Мы были молодые. У нас была вера. Я хоть сама верил во что-то, было оно, как вам сказать. Люди сама стремились. Ну, короче, строили мы коммунизм. Я вот и по стройкам ездил, был где только, где только не был. И был и в Дагестане, был на Сомальянской, а там на Загорской ГАЭС был. У нас было тогда как-то верили мы во что-то. Оно все сама поломалось. Вот с переходом перестройки. Там не все сразу это все дело поняли. Ну, сейчас прошло уже 10 лет с лишним прошло. Люди сама уже начали осознавать. А ведь, между прочим, сама сейчас, если так вот подумать хорошо, что ведь тот, кто работает, тот-то работает сама. Тот всегда себе жизнь настроил. А кто раньше не работал, он, ну, он не приспособлен к этому елу. Поголовье скота в колхозе уменьшилось несколько раз. Даже Парамоновская мельница, выстояв все войны, перестройку не выдержала. Это где-то в феврале месяце, зимой. Мы были в Хорошевской, мельница еще стояла. А теперь осталась одна стенка, а все остальное. Варварский уничтожено. Кому это надо? Да что мельница, таким же способом разоренный атомаш. Канула, как камень в воду, мечта о гиганте заводе на Дону энергомаш, и атомная станция стала не в удел. Как болото ряской затянуло тучами смутного времени. И ударила в первую очередь опять по простым казачкам. Ну, раньше перебоя в день два раза отключения было. А в данное время, в наше время, 6-7 раз отключения. Вот вы не боитесь, живете на противоатомной станции? Нет, не боюсь. А что меня боятся? По-моему, она даже лучше будет, и электричество постоянно будет. И деньги меньше платить за электричество. А сейчас нехватка денег. Устали они боятся. Не хотят мутить снова воду, боком выходят. Пора строить, а не надеяться, что кто-то поделит по так называемой справедливости. Я сама, атомная станция сама, где я родился, там атомная станция стоит, Кольская атомная. Раз. На Смоленской атомной. Лично я сам построил, выкопал котлован под аварийную котельную. Она меня не пугает, потому что, как вам сама сказать, она даст атомный, даст толчок к городу. Потому что надо думать не только о себе, но надо думать еще о нашем поколении и о крае молодом. Все это, это все построено. Это же все народные идеи. Мы тоже не жирно жили при Саевской власти. Не, не жирно. Но мы надеялись, что она будет и будет. И что, не встанешь утром, уже не за вот так два пустили. Не за вот так два пустили. Когда-то совсем недавно мы уже рушили. Вот так пришлось пробираться до того места, где находилась ветряная мельница. И вот что от нее осталось. КОНЕЦ Мне просто в жизни повезло. Нашел само место, по душе, все. Живу, работаю и радуюсь. Такая история случилась на Степной Чекаловой горе за последние какие-то ста лет. Где растет золотая колючка. Что это? Они почувствовали, что кто-то ласково обхватил их колени. Море. Пришел прибой и смыл растоптанное время. Все закончилось. Только на щеках остались слезы. А может просто это капли прошедшего дождя. КОНЕЦ Для того чтобы с тобой Этоvetixe. Субтитры создавал DimaTorzok